Такой основной вопрос, который сейчас интересует всех, это вчерашнее выступление Владимира Путина в ООН. Скажите, насколько оно вообще судьбоносно и как оно может изменить ситуацию? Повлияет ли она на ситуацию отношений между Россией и Америкой и вообще роль России в мире? Понятно. Но слова редко влияют на реальную ситуацию. Да, вы можете произносить любое количество слов, но не постоянная планка, не уровень всемирного тяготения от этого не изменится. Это же касается экономики. Возможно, что Путин о чем-то сумел заговориться с Обамой. Не случайно Обама убежал с переговоров, даже не общаясь с прессой. Вряд ли это случайно. Но нужно исходить из того, что Соединенные Штаты Америки остались при своем. Они будут продолжать разрушать и хаотизировать мир. Мы можем поэтому сколько угодно возмущаться, но ни 20, ни даже 40 штурмовиков, переброшенных в горячую точку, не смогут изменить ситуацию, при которой Америке нужно уничтожить мир для стабилизации финансовых рынков. Скажите, насколько важна помощь Сирии, когда Россия помогает Сирии в данный момент? Это политическая или какая-то стратегическая помощь? Это, во-первых, абсолютно сиюминутная помощь, потому что в Сирии примерно 2000 отморозков из России. И если заворуха в Сирии закончится, то эти 2000 плюс еще 1300 местных отморозков придут к нам. Не стоит забывать, что Вторая Чеченская война закончилась окончательно, когда американцы напали на Ирак, и безумцы, которых саудовцы финансировали на Южном Кавказе, они переориентировались на Ирак. Так что это вопрос просто отвлечения убийц из России, чтобы убить их в Сирии, чтобы их не пришлось убивать у нас на Кавказе, и у нас на Урале, и у нас в Сибири, и у нас в Москве. В стратегическом плане позиция Запада абсолютно однозначна, что они создали исламское государство, они поддерживают исламское государство, они развивают исламское государство просто потому, что им нужен хаос для стабилизации финансовых рынков, чтобы капиталы всего мира бежали в Америку, как в единственную тихую гавань. Поэтому для них неприемлем Башар Асад не потому, что он там когда-то некорректно повел себя с какой-то оппозицией пять лет назад, а потому, что он противодействует хаосу. Точно поэтому, по этой же причине, для нас неприемлема позиция Запада. — Скажите, недавно, буквально неделю назад, говорили о планах увеличения товарооборота между Вьетнамом, усиления работы с Китаем. Вот на Ваш взгляд, насколько взгляд на Восток для России сейчас интересен и актуален? И возможен ли, условно говоря, какой-то союз с Китаем и развитие совместных проектов? — Ну, развитие совместных проектов с Китаем у нас осуществляется достаточно давно, лет восемь, на моей памяти. Может быть, я что-то забыл, может быть, еще дальше, но восемь-то уж точно. Что касается Вьетнама и Востока в целом, мы стараемся сотрудничать со всеми. Если Запад ведет против нас экономическую войну на уничтожении, как говорят их политики, они открыто говорят, что задача санкций — это уничтожить Россию. А мы хотим сотрудничать с Западом, у нас не получается сотрудничать с Западом, потому что Запад хочет нас уничтожить. Когда они похмелятся и оклемаются, мы будем дружить и с ними, но пока с ними дружить невозможно, потому что они невменяемы. Значит, мы будем дружить с Востоком, потому что там люди разумные. Люди на Востоке не нарушают своих обязательств, как французы, они не рассказывают о том, как они будут убивать нашего президента, как американцы, они не кричат о том, что нацизм — это хорошо, как немцы, французы и поляки, и не организуют нацистских переворотов. Мы сотрудничаем с теми, с кем это возможно сотрудничать. — Такой вопрос. Сейчас все говорят о импортозамещении. Наконец-то оно начало работать. Вот на Ваш взгляд, насколько... Когда мы наконец-то сможем находиться в такой вот экономической безопасности? — Мы будем находиться в экономической безопасности, когда мы от слов об импортозамещении перейдем к делу. Когда помимо размавляний про импортозамещение, мы будем обеспечивать дешевый кредит, мы будем обеспечивать вменяемую рабочую силу, вместо того, чтобы уничтожать рабочую силу при помощи либеральной реформы образования. Когда мы будем обеспечивать доступ к услугам естественных монополий, вместо того, чтобы отдавать им свободу произвола. Когда мы будем защищать внутренний рынок хотя бы на европейском уровне, вместо того, чтобы в рамках ВТО превращать страну в проходной двор. Тогда можно будет говорить об импортозамещении, не пугаясь, что вы говорите матом. Сейчас разговор про импортозамещение, ну это как в Израиле разговаривать про антисемитизм. Примерно так же. Интересно. Ну, скажите, такая вот проблема, она в основном сейчас актуальна для Европы, беженцы из Сирии, ну и вообще проблема миграции. Насколько актуальна проблема миграции для России, угрожают ли нам мигранты? Ну, для нас миграция угрожает нам очень серьезно, она смывает нас еще больше степени, чем европейцев. Но благодаря экономическому кризису и падению рубля, у нас по оценкам моих узбекских коллег примерно на 40% сократилась численность гастарбайтеров. Вот. Так что это плюс. Нужно удерживать это достижение и нужно его развивать дальше. Ну, и можете такой прогноз, не знаю, ваше мнение, что дальше будет с рублем и долларом? Вот, конечно, сейчас это очень смело делать прогнозы, но как вы думаете? А что смело? Госпожа Набиулина поддержана президентом России товарищем Путиным. Господин Медведев поддержан президентом России товарищем Путиным. Поскольку прочность национальной валюты зависит от вменяемости государственного управления, рубль будет падать. То есть никаких пока перспектив? Нет, он может в кратеросрочном плане усиливаться. Но в целом он будет падать, потому что если вы алкоголикам доверите виноводочный магазин, то они его не продадут, они его выпьют. Если вы либералам доверите экономическую политику, национальная валюта будет падать по той же самой причине. Понятно. Спасибо большое вам. Спасибо вам. Очень интересно.